ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, это программа ЖЗЛ, меня зовут Александр Гаврилов. Насколько жизнь замечательных людей известна нам на самом деле? Можно ли отделить подлинный образ человека от того, что про него рассказывают писатели, биографы, современники? Сегодня мы попытаемся сделать, на мой взгляд, почти невозможное – пробраться к подлинной жизни Чарльза Спенсера Чаплина. Тот, кто получает пощечины. Маленький бородяга в мешковатых штанах, котелке и с тростью. Предприимчивый делец и великий диктатор Голливуда. Яростный критик Гитлера и обладатель знаменитых усиков зубной щеткой. Гениальный актер, не прошедший в финал конкурса двойников самого себя. Комик, рассмешивший Эйнштейна. Преступный растлитель молодых дев и отец вереницы внебрачных детей. Виртуозный скрипач-педант и автор музыки ко всем своим фильмам. Попутчик красных и прихвостень коммунистов, сгоревший в опальном костре охоты на ведьм. Отважный каскадер, не раз рисковавший жизнью ради удачного кадра. Цыганская кровь, вскипевшая в котлах Англии и США. Печальный клоун в изгнании и самый веселый человек Великой депрессии. Что из этого правда, что неправда, что выдумки современников? Сейчас попробуем разобраться при помощи моих гостей. Игорь Аболенский, журналист и писатель. Здравствуйте. Роза Михайловна Пескотина, переводчик книги «Моя жизнь с Чаплином». Я так понимаю, что это воспоминания одной из его жен. Да, второй женой, совершенно верно. В связи с этим изучившая жизнь, практически прожившая жизнь с Чаплином. С его женой. Что из прозвучавшего «Правда, не правда» виртуозный скрипач-педант и автор музыки ко всем своим фильмам? Ну, не совсем правда. Он писал, поскольку он уже к своим 23 годам снял 60 фильмов, то к ним он не был автором музыки, он музыку начал писать позднее, так что ко многим, но не ко всем. А вот прямо скрипач на самом деле? Да, он умел, владел музыкальными инструментами, но именно поэтому он, собственно, решил, что лучше всего музыку к его фильму может написать он сам, потому что он чувствует... Или от жадности, о чем мы еще поговорим. Это, к слову, о пощечинах, которые получал он. Он не только получал пощечин, но и миллионы, в том числе и за свою музыку к фильмам. Так что это тоже было. Предприимчивый делец и великий диктатор Голливуда. Правда? Деловая жилка у него была, несомненно. А кино иначе как? У вас, конечно, один из самых жестких бизнесов, поэтому еще какой был? Комик, рассмешивший Эйнштейна. Это что? С Эйнштейном он, кстати, дружил. Да, и его многие высоколубые люди почитали. Он был не только кумиром масс. Это была прекрасная эпоха, когда кумиры масс и любимцы высоколубых были примерно одни и те же люди. Это не сразу, кстати, случилось. Не сразу его приняла элита. Но, тем не менее, это было так. Яростный критик Гитлера. Правда? Абсолютно. В 1938 году он снял фильм «Великий диктатор». Его посчитали сумасшедшим, как в 1938 году, какой диктатор. То есть он еще предвидел то, что случится. То есть вот весь этот фильм с очень дотошно воспроизведенной гитлеровской эстетикой... Еще до того, как вот началась мировая катастрофа, мало того, фильм был воспринят в штыки. И даже зрители говорили, что мы будем в зал, где будет демонстрироваться фильм, бросать дымовые бомбы. Потому что это все неправда. И как он смеет показывать так... Да, так что это был мудрый человек. Ну, товарищ Гитлер немедленно доказал, что все было хорошо. Попутчик красных и прихвостень коммунистов. Это что такое? Ну, вот вы знаете, для меня, на самом деле, это открытый вопрос. Вот насколько он был попутчиком красных. Да, в 1942 году он выступал в Америке за открытие Второго фронта. Но я не думаю, что этим он помогал красным. Этим он помогал избавить мир от фашизма. Но обвинения такие звучали? Очень часто, конечно. И комиссия Маккарти. И он был в том самом списке людей, которых обвиняли в распространении коммунизма. И Эдвард Гувер не случайно в 30-е годы, тогдашний глава ФБР, начал заводить на него досье. Конечно, для этого основания какие-то были. Но насколько это было справедливо? Преступный растлитель молодых дев и отец вереницы внебрачных детей. Звучит так себе? Ну, была такая версия, да. И были исследования, но... Они, по-моему, не оправдались. Сделали анализ крови и не подтвердилось ни одной его... Что касается вот этой его... Именно истории Суан Бер, по-моему, ее звали. Небрачный, который обвинил его, что он отец. Да, который обвинил его, что он отец. Да, это не подтвердилось. При том, что он шел даже на риск. Хорошо, мы вернемся. Кстати, деньги этому ребенку до конца новости. Вернемся к этому разговору. Цыганская кровь, вскипевшая в котлах Англии и США. Ну, цыганская кровь, у него бабушка была наполовину цыганка. Так что какая-то доля крови была. Вот сейчас с этим разберемся. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните к нам. Почему мы вообще до сих пор думаем о Чаплине? В чем секрет этого долголетия? Просто человек оказался в нужное время в нужном месте? Или есть что-то, что заставляет нас по-прежнему смотреть немые фильмы, которые, казалось бы, должны были давно уйти из культурного оборота? На форуме пишут «Чаплин – великий селф-мейд-мен». Что с цыганской кровью? Откуда вообще взялся Чаплин? Где родился кто? Чаплин родился в Лондоне. То есть англичанин. Да, он абсолютно англичанин. Родился в семье, где была и мама, и папа. Правда, когда ему исполнился год, то мать, вернее, до рождения Чаплина, я обманул, отправилась в Африку с таким пожилым лордом, в которого она была влюблена, и вернулась оттуда со старшим сыном, с водным братом Чарли Чаплина. А вот цыганская кровь были у кого? У мамы или у папы? Нет, это со стороны папы. Со стороны папы была бабушка. Папа полуцыган, а мама с лордом по Африке. Мама, да. Я вот, насколько читал воспоминания Джеральдин, она, по-моему, говорила, что что-то было со стороны папы тоже, какие-то там вот эти цыганские ветви. Мне кажется, он напоминал все-таки бабушку по материнской линии. Может быть, и там тоже. А это мама, да? Это мама его, да, которая Хан Чаплин. Вот это имя тоже кажется мне таким не слишком британским. Я знаю, что было довольно много разговоров про то, что Чаплин так или иначе еврей. Не знаю, насколько правда-неправда. Прекрасное было письмо, опубликованное не так давно, рассказывающее о том, что он родился в цыганской кибитке, где-то там не в Лондоне, а под Лондоном. Что здесь правда, что неправда? Ну, Гардиан опубликовал такое письмо. Письмо, которое нашли в старом комоде. В юморхиве, да? В старом комоде, в старом письменном столе, который был заперт. И на основании того, что это было заперто и спрятано от глаз, выдвигалась такая версия, что, значит, за этим что-то есть, это письмо чего-то стоит. А письмо было какое? Просто некий человек написал Чаплину, что ты родился не в Лондоне, друг, мы с тобой родственники. Ты родился, на самом деле, в таборе, в кибитке, и как бы излагать всю эту историю. Но писем Чаплин получал множество самых разных. Но это сохранил. Но это сохранил. Вот интересно, потому что оно было близко к истине, или потому что оно было самое безумное? А может быть, случайно. Может быть, оно случайно завалилось и сохранилось. Хорошо. Чем, кроме поездки по Африке с Лордом, мама и папа занимались? Мама у него была певица. Она выступала на сцене, пела куплеты. А с отцом они очень быстро расстались. С Чаплину, по-моему, было 4 года, когда родители развелись. И, собственно, с отцом контакты были такие. Ну, постольку-поскольку. А мать была певицей. И, собственно, благодаря матери во многом и состоялось первое выступление Чаплина на сцене. Она выступала. Чаплин стоял маленький за кулисами. Ему было 5 лет. И неожиданно мать потеряла голос. Зрители стали выражать свои возмущения. И тогда на сцену вышел... Кричать бомб. Да. И тогда и кидать подушки, на которых они сидели. И тогда на сцену вышел маленький Чарли Чаплин и спел все те куплеты, которые пела мать, которую он знал наизусть. Публика была настолько восхищена маленьким мальчиком, что стала бросать ему монеты. Тогда Чарли Чаплин прекратил петь. Собрал эти монеты. Народ пришел в восторг от непосредственности этого мальчика. И стал еще громче хлопать, еще громче смеялся. Тогда вышел директор этого театра, который решил эти монеты забрать, чтобы они не мешали мальчику выступать. А Чаплин решил, что он хочет украсть у него эти деньги. И вот эта реакция Чаплина, которая была, она, в общем-то, наверное, стала таким началом его артистической карьеры. Но, к сожалению, это было последнее выступление его матери. И первое выступление на публике пятилетнего Чарли Чаплина. То есть мы знаем про его театральный дебют. Вот, да. Он сам об этом рассказывал. А почему мать потеряла голос? Почему последнее выступление? Ну, это по каким-то проблемам, которые Лор скорее может, наверное, проанализировать. Периодически это с ней случалось. И когда она теряла голос, она умела потом как-то выйти из этой ситуации. А вот так получилось, что она потеряла голос и уже не могла петь дальше. И она растерялась, ушла за кулисы, но тут нашелся ее пятилетний мальчик. Ну, он какое-то образование все-таки, наверное, получил. Вы знаете, там вообще такая загадочная история. Чаплин мало того, что не получил образование, он даже не умел читать. И когда он получал свой первый сценарий, то он боялся, что его попросят прочитать роль, а он не умел читать. Ну, ему было 12 уже лет, когда он еще не владел грамотой, он не мог читать. И это как раз ему помогал старший брат. Семья. Да, разучивать эти роли. А потом уже, когда Чаплин стал на ноги, ну, в принципе, стал уже тем Чарли Чаплин. То есть он выучился грамоте во взрослом возрасте? Ну, в сознательном возрасте. Да, до этого он был фактически безграмотный, потому что он был вынужден зарабатывать на жизнь, вначале чтобы содержать себя, потом чтобы помогать матери. То есть ранние годы, детство, это прям настоящая нищета такая. Абсолютно. Чарльз Диккенс такой. Там сначала было еще неплохо, а потом стало совсем плохо. Если в пять уже у него не было отца рядом, и мать потеряла возможность зарабатывать, то, в общем... Она не потеряла возможность зарабатывать, она шила перчатки. Она зарабатывала уже не артистической карьерой, а тем, что выполняла какую-то работу по дому и помогала другим женщинам. Ну, конечно, достаточно... У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, сразу же давайте вопрос. Алло, алло. Есть такая версия, что Чарльз был русским евреем. Скажите, пожалуйста, правда? Ага, спасибо большое. Был русским евреем? Это интересует все-таки. Есть такая версия. Вот все, что можно сказать. Да, об этом писали. Вот. А доказательства? Я думаю, что ФБР, который пристально занимался его биографией, опубликовало бы такие данные, если бы они доподлинно были подтверждены. Правда? У меня есть эта странная информация. Сейчас я поищу. Ми-5 в какой-то момент исследовала, всерьез исследовала вопрос, не родился ли он во Франции, в коммуне Фонтенблок, к югу от Парижа, значит, была такая анонимка на него послана в Скотланд-Ярд. А ФБР расследовало тоже анонимное письмо о том, что Чаплин еврей родом из России, его настоящее имя Израиль Торнштейн, утверждалось, что он, значит, бежал из России на Запад. Представляете, какая была фигура, что даже тогда рождались одна-другая неправдоподобная версия, какая личность была, которая заставляла и Ми-5, и ФБР заниматься ерундой. Ну, почти, да. Абсолютно. Хорошо. Как вот этот ребенок, безграмотный, ну, в общем, не имеющий никакого образования, никакого социального статуса, оказывается в кино? Ну, при этом у него было, кроме того, что он был без образования и без социального статуса, он был гениальный. И поэтому, когда... Это немаловажно. Да, это было немаловажно. Извините, я хочу все-таки вот тоже добавить, что с этим отсутствием образования и социального статуса тут стоит оговориться. Вот они сначала жили в хорошем районе, и потом были вынуждены переехать в трущобы, да? И его мать следила за тем, чтобы они не восприняли язык трущоб. То есть она придавала значение его речи, хотя его называли там кокния и так далее. Она как раз говорила, да, чтобы вы не говорили кокния. Да, да. Какой красавчик. И читала Библию ведь им по ночам в ролях. Она читала Библию. И вот тогда... Она вообще прививала им интерес к литературе. Пусть он и физически не мог прочитать эти буквы, тем не менее, от нее он получил очень большой культурный импорт, потому что она рассказывала очень многое. И причем в ее рассказах были не просто водевильные истории, а часто присутствовали литературные, исторические персонажи. Так что все-таки она какое-то образование не худшее. Ну, самое главное образование, собственно, он получил вот именно из этих вечерних, наверное, бесед с матерью. А в кино он получился. Он начал играть в театре маленькие роли и отправился в Америку. И в Америке получил телеграмму. Дело в том, что у Чаплина была дальняя родственница, которая жила в Америке. И он подумал, ну, может быть, это наследство или что-то еще. Ему сказали, нет, это не наследство. Это телеграмму, тебя приглашают сняться в кино. Чаплина сказал, боже мой, кино. Я-то думал, деньги. Он не понимал, что самые-то главные деньги, они содержатся в этой телеграмме. И он отправился на студию, получал 150 долларов в неделю и сделал фантастическую карьеру всего за несколько лет. И уже от 150 долларов он перешел к миллиону долларов за свой контракт. И, собственно, вот так вот началась его кинокарьера, первое появление в кино. И потом уже Чаплин сам стал заниматься фильмами, сам стал писать музыку, был режиссером, сценаристом. То есть это было в известной мере случайностью, то, что Чаплин оказался в кино. Ну, вы знаете, в принципе, я думаю, у судьбы же есть второе название «Случай». Так что то ли это был случай, то ли это была судьба. Но мне кажется, что этому человеку все-таки было написано стать тем, кем он стал. И не случайно он выбрал себе профессию именно театральную, именно актера. Потому что ведь он работал и почтальоном, и как он только не зарабатывал на жизнь, живя в Лондоне в полной нищете. Но все равно он видел для себя будущее именно на сцене, и это случилось. На форуме Жанна из Кемерово спрашивает, Чарли грустный комик. Свой образ сам придумывал или соавторы были? И рядом реплика, которую я полностью поддерживаю. Без грима его трудно узнать. Такой красавчик. Почему такому красавчику понадобилось сделать такую характерную маску, за которую действительно он совершенно не узнаваем? Он смотрел не только в зеркало, он видел жизнь. И эта жизнь была порой очень трагична. Он видел очень много такого, что нам сейчас трудно даже себе вообразить. Например? Например, был такой случай. Он жил в одной из квартир, которые они снимали с матерью. Они жили в доме недалеко от скотобойни. И однажды был такой случай. По улице гнали стадо овец на скотобойню, и одна овца отбилась от стада. И началась какая-то тюрьма, ее начали ловить. В этом было очень много комизма. Он хохотал всех, хохотали и так далее. Потом ее поймали, и она отправилась на заклание туда, куда и должна была. И тогда его осенило, что на самом деле это же все страшно трагично. И вот этот эпизод описывает в книге «Моя биография» как какое-то ключевое его мировоззрение, когда он понял, что комическое и трагическое в жизни сплетены. У нас есть возможность посмотреть кусочек фильма «Каток» 1916 года из нашего архива. А потом мы вернемся к этому разговору. Chrome «Каток» 2016 года из нашего архива. Ну, это еще совсем такой цирк в кинематографе, да? В 14-м году ставлялся его первый фильм, да, два года. Кстати, знаете, вот «Тросточки», чем он обязан? «Тросточки», когда вот он придумывал свой этот образ, котелок, эти штаны, большие ботинки, тросточка, он вспомнил фотографию отца, которую видел. Вот отец был с этой тросточкой. А почему такие маленькие усики? Ну, отец, судя по фотографиям, которые мы видели, он как раз был такой очень аристократично выглядевший, да? А у Чарли все это... Нет, 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 именно про трости. Я сейчас говорю, откуда появилась трость. Почему такие маленькие усики? Потому что Чаплин придавал очень большое значение мимики. И большие бы усы, они бы скрывали лицо, и не так было бы видно. Поэтому появились такие маленькие усики. Поэтому вот этот образ был такой собирательный, и... Ну, в принципе, мне кажется, к нему он подошел, может быть, и интуитивно, и математически. Потому что, видите, он высчитал, что усики должны быть маленькие. Это так, это так, это так. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, сразу задавайте вопрос. Здравствуйте, Мария Ивановна, город Москва. А скажите, пожалуйста, у меня вопрос к экспертам. Помимо того, что Чарли Чаплин, безусловно, является гением, почему вы умалчиваете, не говорите ничего о том, что помимо своей гениальности он еще являлся растлителем молодых женщин? Ведь у него все жены были моложе 18 лет. Спасибо. Да, и у Чарли лицо такое очень... Да, там, слушай этот вопрос. Роза, что... Я так понимаю, что эта же книжка написана как раз одной из этих женщин. Да, как раз одной из этих женщин, да. Но что касается того, что он был растлителем, если она моложе 18 лет, это еще такой, по-моему, диагноз слишком резкий. Он говорит, что он растлитель. Были свидетельства гораздо более какие-то резкие по поводу Чаплина. Говорили о том, что он с 12-летними девочками имел дело и так далее. Но это все не подтверждено и не доказано. А то, что его жены были всегда неизменно молодые и действительно... Ну, что значит молодые? Да, недостигшие совершенно летие. То есть первая жена, на которой он женился, потому что она сказалась беременной... Ей было 16. Ей было 16. Ей было 16. Ей было 16, насколько я помню. А Лита Грей Чаплин, вот книгу, которую я переводила, она действительно с ним в 15 лет уже сошлась. А ему это, наверное, было? Ему было 35-36. Он почти на 20 лет был старше ее, да. Но она стала его женой, поэтому, собственно... Она стала его женой, но под давлением. Молтава послужила прототипом великому роману Набокова Лолита, именно вторая жена Чаплин. То есть это был такой роман, о котором, в общем-то, говорила не только Амель. Но при этом со всеми этими юными женщинами он не только там сходился и женился на них, но также быстро и расставался. Причем каждый раз скандально. Но это во многом, я думаю, происходило не потому, что он ставил себе цели с ними расходиться, он каждый раз женился, последний, но так получалось, что поведение очередной избранницы оказывалось таким, что было ясно, что не по пути. По моей книге все немножко по-другому. Он под давлением женился. Вот на этой женщине? Да, узнав, что она беременна. Вот, кстати, вот на такой женщине женился. Ну, это не она. А под давлением почему? Это вот первая жена Милдред. Это, по-моему, Милдред Харрис. Это Милдред, да. А вот та с кудрями, это как раз Лита. Возможно. Под давлением. Он женился под давлением, да. Он, в общем, очень целенаправленно. Вот по книге. Я опять-таки говорю, что я при этом присутствовала как переводчик, и никак иначе. Поэтому вот от лица героини могу рассказывать, что он очень целенаправленно ее соблазнял, причем по заранее продуманному плану. Там была подставная фигура использована для того, чтобы усыпить бдительность общественности родителей, Тельма Конверс некая, вот, которую брали на все вечеринки, так, чтобы они появлялись не вдвоем, а втроем. Что выглядело, что якобы Тельма Конверс невеста Чаплина. Его спутница. А это девочка талантливая, подающая надежды, начинающая актриса. И он просто, Лидия, говорил, что да, у меня есть план, она нам нужна именно для отвода глаз. То есть это все было очень так продуманно. И он провоцировал ситуацию, он старался не прятаться. Она пряталась все время, она боялась гнева мамы, старалась, чтобы ни в коем случае это никто не узнал. Но когда у них уже начались интимные отношения, а он говорил, что в конце концов, что мы такого преступного делаем, мы же любим друг друга и так далее. Но когда все-таки ситуация расставила точки над «и», он был в ярости, что из этого теперь надо делать какие-то выводы, потому что мать хотела их изолировать полностью. Разлучить. Разлучить, да. Она хотела, чтобы они встречались только на съемочной площадке. А потом оказалось, что она беременна. Тогда он был просто вне себя, предлагал все, что угодно. Предлагал отступные деньги. Предлагал там сначала, начинал, кстати, он умел торговаться, он начинал с маленьких каких-то подачек, предлагал сделать аборт. Потом хорошо там заплатить 25 тысяч долларов человеку, который женится вместо него, потому что он не хотел второго скандала. Только что недавно еще была история с Милдред Харрисом, он очень дорожил своей карьерой. Вот. Так что он женился по прямой жизни. И вот с ней потом развод был, да, когда он заплатил миллион долларов? Ну, с ней был развод, в котором абсолютно аналогичность. То есть брак этот тоже не был очень, как бы сказать, удачный? Этот брак был совсем неудачный. Совсем неудачный. Он о нем вспоминает с Горичью. И очень коротко в своих интервью, там или в книгах, там две-три строчки, три-четыре слова, все. Вот. Но в этой книге... Лида при этом рассказывает, что он подталкивает к самоубийству. Там есть такая сцена, где они возвращаются уже зарегистрировав брак, что он сделал под давлением, как я повторяю. Поэтому он был страшно раздражен, что ему пришлось на это пойти. И он был полон яда. И книжка начинается как раз с такой сцены, где он просто с ней обращается очень жестко, жестоко. Вот. Они едут в поезде. И она просит его воды. Он говорит, воды? Ты правда хочешь, чтобы я тебе дал воды? А ты не боишься, что я тебя отравлю? Вот. Потом он предложил ей пойти погулять. Там такой был экскурсионный вагон. А они вышли. Он был без крыши, как я понимаю. Вот. И они стояли там на холодном осеннем ветру. И он ей сказал, ну чего ты ждешь? Может быть, ты прыгнешь? Совершенно спокойным ледяным тоном. Вот. С этого начинается книга. И потом эта же сцена закольцовывается, когда хронологически Лита описывает все, что было. За это время. Почему эта сцена имела место. А эта книжка вышла при жизни Чаплина? Эта книжка вышла при жизни Чаплина в 66-м году. Он ее не опровергал? Это вообще скандал был публичный. Я думаю, ее все опровергали, кто только мог. Ну и с другой стороны, были, конечно, наоборот, наверное, сочувствующие. И даже точно были сочувствующие, которые восприняли все, что она написала, как истинную правду и так далее. Да, она считается, эта книга для них просто... Более того, ну, ладно, пока помолчу. Нет, что? Более того, в Википедии написано, что Лита Грей Чаплин издала две книги о Чаплине. Вот это была ее первая книга. А через несколько лет она опубликовала другую книгу. И она сама вроде бы как признавала, но так написана. Вот, что первая книга не очень объективно отражает действительность, что там было много перегибов, натяжек и так далее. А вторая книга более точно передает. Но, тем не менее, когда они разводятся, он оставляет ей несусветные... Миллион долларов. Это было невероятно... Миллион долларов в времена Великой Депрессии. Доллар невероятно дорог. Миллион долларов, это, я не знаю, на нынешние деньги что. Но он начинал с того, что, опять-таки, предлагал ей совсем другие деньги. Она начала с того, что, когда было ясно, что они уже расстанутся, она попросила его 10 тысяч долларов. Он сказал, а больше ты не хочешь? Ничего. Но в результате... По-моему, он даже ей сказал, а может быть миллион, почему-то всего 10 тысяч. Но миллионом дело и кончилось, да. Фактически. То есть она сама-то получила меньше, она получила 650 тысяч. Да, да. Ну, тихо, ревно. Вот, да, да. Все равно было как-то половина. Причем из этой суммы она заплатила адвокатам и так далее. Но это отдельная история, да. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Иван. А у меня такой вопрос. Известно, что у Чарли Чаплина было 11 детей. Вопрос в следующем. Хорошим ли он отцом? Как он справлялся с таким количеством? Спасибо. Ну, ему 12-ти у него было детей, у Чарли Чаплина. Мне известно о 10-ти. Да, я вот слушаю. Ну, хорошо, слушайте. Вот там десяток или дюжина, это уже такой какой-то бакалейный счет. У него 8. Суны 8 с последней его женой. А Лита родила ему двух сыновей. Милдред Харрис, правда, тоже родила ребенка, но он умер. Вот он был 11-й, по-видимому. Ага. Может быть, 12-го считают как раз вот это, кому он платил до конца жизни деньги. Вот, видимо, отсюда родилась эта сумма. Но вот последний ребенок, та женщина, которая подала на него в суд, чтобы он признал. Нашли 12-го. Да, да, да. Вот мы нашли 12-го, действительно, чтобы быть точными совсем. Одного еще не воспитывал, но содержал. Чтобы как-то немножко все-таки двинуться от этой довольно ужасной, как мне кажется, истории раннего брака. Да, вы даже ненавидите, наверное, Чарли Чаплина. После того, что вы рассказали и пережили, наверное, своей героине эту жизнь. Вы знаете, когда я... Нет, ну, слушайте, ну вот представьте себе, что сегодня, ну, не знаю, кто, там, большая кинозвезда. Не знаю, ну вот, игравший Чарли Чаплина Роберт Дауни-младший. Вдруг выясняется, что у Дауни-младшего, там, две жены подряд, одной 16, другой 15, да. Как долго этот человек вообще оставался бы, ну, как долго его продолжали бы снимать, и как долго он продолжал оставаться бы в игре, да. Да, как долго его репутация оставалась бы достаточной для того, чтобы серьезно относиться к нему как к человеку. Видите, как для него все-таки важна была репутация? Я думаю, что вторая книга, если действительно она была, то это не случайно появилась книга. Видимо, появился еще один миллион тогда, и и родилась вторая книга. Вот по поводу разницы в возрасте и связи молодой женщины с пожилым человеком. Его собственная мать, вот когда она в Африку удрала, как вы говорили, да, она удрала с пожилым человеком, а ей не было 18. То есть ей было 17, она родила Сиднея, старшего брата. Сколько его? Ей не было, по-моему, 18, когда она родила Сиднея, а уехала она с этим пожилым господином в Африку, когда ей не было 18. Я даже вспомнил человека, который вот ровно на том же самом пострадал, это режиссер Роман Поланский, который всю свою жизнь не мог вернуться обратно в Америку, ну, и до сих пор, если я правильно понимаю, не может, потому что там его поджидает иск вот ровно такой же. Да, человек вынужден бегать по всему свету. Этот, как-то, мне кажется, никуда особенно не бегал. Он женился, в отличие от Поланский. На всем женился. На другом этапе, кстати говоря, бегал. На всем женился. При этом, значит, вот представим себе, времена маккартизма, да, у него очень такая сложная уже биография по женщинам, и тут вдруг еще его и обвиняют в ясных симпатиях к коммунизму. То есть, ну, вот человек нарушает все принципы и правила очень консервативного, очень так основательно устроенного американского общества 40-х и 50-х. И, тем не менее, он как-то... Почему? Мне кажется, проблема была здесь в его личном конфликте с Гувером, мне кажется. Когда Гувер только становился титаном, еще даже перед тем, как он стал директором ФБР, то вот именно тот самый Чарли Чаплин, который вел себя так, как считал нужным, и считал, что он может себе это позволить, то он и с Гувером тоже себя повел, и достаточно, ну, не высокомерно, но почти на равных. И вот тогда-то, я думаю, что стало одной из причин вот этих обвинений постоянных Чарли Чаплина в сипатии коммунистам, потому что я никогда не слышал, чтобы Чарли Чаплин говорил, что я симпатизирую коммунистам, да здравствует коммунизм, и вообще пусть это будет во всем мире. Вот я хочу сказать по поводу той речи, знаменитой роковой речи, которая ему очень повредила, когда он защищал открытие Второго фронта. Да, он случайно оказался в качестве оратора, он там заменил болевшего в тот момент просто посла Америки в Россию, по-моему, и вынужден был высказать свое мнение по этому поводу. Рузвельт поддерживал открытие Второго фронта, но просто Америка как-то долго раскачивалась, и был такой циничный подход, который Чаплин очень раздражал, как-то высказывалось такое мнение, что надо дать противникам пролить кровь, вымотаться и потом уже вступать. Его это чисто по-человечески страшно шокировало. И когда он эту речь произносил, он обратился к публике «товарищи». Вот это слово «товарищи» ему потом инкриминировали в том числе, кроме того, что он вызвал политику. У нас на связи из Лондона Стив Вейсман, автор психологической биографии Чаплина «История великого комика немого кино». Стив, добрый день. Что вы думаете про политические взгляды вашего героя? После того, как в Соединенных Штатах Америки был опущен железный занавес, Чаплин имел просоветские политические взгляды, потому что во время Второй мировой войны он верил в Единый фронт, в котором Соединенные Штаты и Россия воевали вместе в качестве союзников. Когда Вторая мировая война закончилась, его начали преследовать в связи с его политическими взглядами, и в результате Чаплин отправил себя в добровольное изгнание. Преследования Чаплина заключались в том, что они не атаковали его за его политическую принадлежность напрямую, но преследовали вниманием в прессе его сексуальная жизнь, потому что был замечен в отношениях с большим количеством молодых женщин. Он разозлился и покинул США. Он был очень рад, когда Советский Союз вручил ему премию мира. Таким образом, он как бы показал нос США, которые поступили с ним нехорошо. То есть все-таки Чаплин должен был покинуть Штаты? Да. Это было, и потом же он не смог вернуться, потому что он не являлся гражданином Соединенных Штатов, ему все равно требовалась виза для того, чтобы приехать, и была аннулирована виза, и он, по-моему, в 1952 году это случилось, когда он не смог приехать, но тогда он же был уже женат на УНИ, да? Он был женат на УНИ, и она отказалась в знак солидарности. Тоже отказалась и выверзла как раз из Америки весь его архив. Тоже отказалась от гражданства Америки в знак солидарности с мужем, но зато, отказавшись, она сумела как раз возвращаясь в Европу, вывезти этот архив. Вы знаете, я вот еще хотел бы что сказать, был вопрос по поводу того, как он относился к своим детям, вот мы на него не ответили, но мне кажется, этот вопрос как раз пересекается вот с темой, верил он или не верил в коммунизм. Он был, мне кажется, очень каким-то таким вот чистым человеком, верящим в какие-то идеалы, и даже детей своих, как воспитываться, в письме дочери он пишет, что два фунта потрать, а третий отдай, знай, что он не твой. Или когда ты едешь... Это Джеральдин, который стала актрисой. Ей 12 лет было, когда он ей это написал. Или он пишет, когда ты едешь в такси, то поговори с таксистом, вдруг у него беременна жена, ему нужна какая-то помощь. И мне кажется, вот это отношение какое-то, вот может быть для него социализм и коммунизм и было, вот какая-то идея о каком-то таком всеобщем равенстве и идеальном обществе. Поэтому... Телефонный звонок. Алёна, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, сразу задавайте вопрос. Дург, время. Здравствуйте, Иван из Оренбурга. Вы знаете, как вы бы вас сказали, что Чаплин очень болезненно воспринимал критику, очень ее боялся и не переносил. Спасибо. Спасибо. Он был вообще ранимый человек, конечно. И отчасти это как раз шло из его бедного детства. У него был такой разговор с кем-то из великих, кто тоже жил в нищете в детстве. И он сказал по этому поводу, что человек, который жил в нищете, может иметь разное мировоззрение в зрелые годы, но от одного он не избавится, от ужасной ранимости. Но при этом он был страшный перфекционист, поэтому я не знаю, как насчет критики в этом смысле. Если он делал какую-то работу, он не мог ее делать плохо. Так что он был высший критик сам для себя. Настолько все успешны, что была ли плохая критика вообще на Чаплин? Нет, конечно. Критика была. Когда он уже великому диктатору. Ну да, да. Но это политическая была связана с политическими... По королю в Нью-Йорке была... Нет, нет, нет. В особенности, как только началось звуковое кино, да, там вообще критика была довольно безжалостная. Вот мы несколько раз сказали, произнесли слово Уна Чаплин, да, мать восьми детей, женщина, которая отказалась от гражданства Соединенных Штатов для того, чтобы остаться с ним. Давайте очень коротко. А Уна откуда взялась? Уна – это была дочь знаменитого драматурга Юджина Унила. Уна Унила ее была фамилия. Урожденная Унила. Отец, насколько я знаю, был категорически против ее брака с Чаплиным, потому что Чаплин, по-моему, был даже старше самого Юджина. Если не старше, то ровесник. Но Уна не послушала отца, и вот случился брак. Один из, по-моему, самых таких. Я сейчас вспомню, ей было 18, а ему 54. 36 лет разница. И восемь детей. И последний ребенок родился, ему было уже за 70. И тем не менее, было большое счастье. Какой жизнелюб. Жизнелюб и Жанна Люба, и Люба вообще жизни. И это был очень счастливый брак, настоящий. Вот тот, который, видимо, он ждал, ждал, дождался. Вот, посмотрите, фантастическое. Да, они все читают его автобиографию в прекрасной истории. Они вступили в брак, и вот этот-то брак был уже... Последний. Последний и главный в его жизни. Интересно, вот судя по, в том числе и этим историям, кажется, что он, как бы это сказать-то, по-человечески довольно долго формировался. Да, такая мысль приходит в голову, конечно. Конечно, что да, он повзрослел, вот уже... Повзрослел годам к 50. Годам к 50. И, может быть, один из секретов этого брака был то, что Унна, она же была актрисой, она отказалась от карьеры, она посвятила себя семье. Отказалась, да. Они встретились на пробах, да? Как вот это произошло их случая? Она, да, она хотела попробоваться для... Что это за классический сюжет, да? На роль какого-то фильма. И она все-таки прошла пробу, хотя он сначала колебался, и все. А когда у них все-таки завязался роман, она решила отказаться от карьеры, он был ей очень благодарен за это. Он как раз и говорил, что, наконец-то, женщина полюбила меня, и захотела стать моей женой, а не просто актрисой в моем кино. Да. Вот мы говорили о том, что он долго формировался. Странным образом, мне кажется, вот мы в этой программе часто обнаруживаем, что финал жизни – это некоторый ключ к тому, как эта жизнь была устроена. Давайте мы сейчас посмотрим короткий сюжет о финале жизни Чарли Чаплина, а потом вернемся к разговору. В 1952 году Министерство юстиции США отказывает гастролирующему Чаплину вправе на въезд в страну. Изгнание с родины сопровождается туманной и оскорбительной формулировкой до тех пор, пока он не очистит свое имя. Рассерженный Чаплин возвращает въездную визу американскому консулу и оседает в Швейцарии на четверть века, тихо и с достоинством доживая последние годы жизни. В середине 70-х пружинистое тело маленького бродяги все заметнее выходит из строя, и былому ловкачу приходится пересесть в инвалидную коляску. В начале зимы 1977 года комик чувствует особо острое недомогание. Он все время лежит в постели и дышит от кислородного баллона. Дни его оказываются сочтены. 25 декабря 1977 года в ответ на слова священника «Позвольте Богу спасти вашу душу» Чаплин на секунду, отстегнув кислородную маску, произносит «Почему бы нет? Она принадлежит ему». В ту же ночь, окруженный женой и детьми, Чаплин уходит из жизни, не отрываясь от очередного головокружительного сна. Но последняя комедия Чаплина ожидает впереди. Через месяц после захоронения двое мелких преступников похищают тело актера и требуют за него выкуп в 600 тысяч швейцарских франков. Уна Чаплина, вдова комика, сначала отказывается от сотрудничества с похитителями, заявив «мой муж обитает на небесах и у меня в сердце». Лишь по просьбе полиции она оказывает помощь следствию, которое быстро находит двух горе-похитителей, а заодно и тело маленького бродяги. Он был потом перезахоронен и залили почти двумя метрами бетона, чтобы уже не могло повториться подобное похищение. Знаете, я был на кладбище, где похоронен Чаплин. Это место находится неподалеку от Монтрё, где жил Набоков, и где, собственно, писал он Лолиту, вдохновленный историей его второй женитьбы. И, знаете, я вот шёл по той улице, там где-то километров 10 нужно пройти пешком. Я решил пройти пешком. И вот я шёл, я пытался представить, вот как чувствовал себя Чаплин, оказавшись вот в такой тишине после стрякато-моторовки на камер, прессы, публики. И я вдруг понял, что, наверное, он был счастливым человеком, потому что он остался наедине с самым главным, с любимой женщиной, с теми детьми, которых он так долго ждал. И мне кажется, что финал его жизни, он был очень достойный и очень счастливый. — Не знаю. Мне кажется, человек, который так много отдал себя безумному миру кино, так много потратил себя на выстраивание своей собственной киноимперии, ведь это была империя абсолютно замкнутая. — Вы не думаете? — Вот эти ранние кинолюди, да, что Дисней с его жуткой патагонной системой, такой очень мрачной, что Чаплин, который постепенно начал в своих фильмах делать всё, только что не платил себе как гримеру. Это же были, конечно, ещё и люди, не только фанатично преданные своему делу, но и, конечно, фанатично преданные тем огромным деньгам, которые там зарабатывались. — А вы не думаете, что Чаплин всю свою эту империю создавал ради того, чтобы несколько лет пожить вот в этой тишине в Швейцарии, потому что он был лишён с детства самого главного – счастливой семьи? И не это ли было самым главным, когда он начинал свой путь? — Знаете, вот на форуме у нас есть очень странный вопрос от Ирины из Новосибирска. Я заранее приношу извинения нашим зрителям. Мы не можем, к сожалению, показывать никаких фрагментов из фильмов Чаплина, снятых после 1917 года, потому что семья, наследники Чаплина наложили довольно строгий запрет. Любой кусочек из фильма после 1917 года нужно покупать для показа. У нас не хватит. Мы не очень богатая кинокомпания. У нас прекрасный архив, оденеть не очень. Но вопрос, о котором я говорил, очень странный вопрос. Кроме немых фильмов с его участием, что ещё он сделал? — Ну как же. — Понятно, да? Но всё-таки, когда мы говорим «Чарли Чаплин», мы в первую очередь имеем в виду Чаплина «Огней большого города». Не Чаплин, даже Чарли. Вот этого маленького бродяжку, одетого с такой претензией на какой-то внешний шик, при этом очень потёртого, поношенного. У него же прекрасно в этом образе Чарли сочетаются приметы какого-то такого мнимого аристократизма. Та же трость, котелок. И постоянно дикая ободранность. У неё везде свисают какие-то тряпочки, верёвочки, шеринка на английской булавке. Ну вот очень такая яркая фигура человека, пытающегося держать достоинства в сложных обстоятельствах. Что, наверное, для «Великой депрессии» было ещё и просто, ну, действительно очень узнаваемым человеческим типом. Образ появился раньше, чем «Великая депрессия», но... Но очень пришёлся. Ну да, да. Вот «Огни большого города», потрясающее кино, абсолютно нестареющее. Я думаю, что он вспоминает, наверное, в первую очередь по своим немым фильмам, потому что мне так кажется, что все фильмы, по-моему, восемь у него после этого было фильмов звуковых, полнометражных, по-моему, ничто, конечно, не сравнилось с успехом вот тех великих фильмов немых. Поэтому, конечно, Чарли Чаплин, чтобы он своей жизни не сделал, в первую очередь он будет ассоциироваться... «Великой депрессии» небольшого города, «Малыш», «Золотая лихорадка». Конечно, «Адмирампа». У нас на связи киновед Дмитрий Савосин. Дмитрий Леонидович, расскажите нам про карьеру Чаплина. Здравствуйте. Замечательное такое высказывание, если не ошибаюсь, Рене Клера его приводит, что мир Чаплина – это мир такой лёгкий, что там отсутствует сила тяжести, Там не действует закон всемирного тяготения А когда кино стало говорить Уже вот этот мир, он распался Поэтому Чаплин, он как бы разбился на тысячи кусочков Это большой Чаплин Он остался там, он в нем кино Там, где под музыку можно приплясывать Показывать свои рваные башмаки Нести рояль Спасибо большое Насколько вы согласны? Я соглашусь, что главное он сделал в немом кино И он очень боялся прихода звукового кино И тем не менее, он все-таки развивался всегда И он был полон планов И все-таки он не останавливался И нельзя сказать, что он ничего не добился в звуковом кино Напоминаю, мы в прямом эфире Звоните нам, почему мы смотрим немые фильмы Чаплина И они по-прежнему так важны для нас Ну, кстати, извините, я вот к слову о фильмах Уже звуковых Один из его последних фильмов Это был «Графиня из Гонконга» Где он снял Марлона Брандо И Софи Лорен, которая сыграла русскую эмигрантку Наташу Так что, видимо, связь какая-то с Россией Это же был один из последних фильмов Чаплина И тоже не случайно Она была именно русская эмигрантка Поэтому все-таки, видимо, какой-то кадр из этого фильма Картина, я не думаю, что она очень была удачная Но тем не менее, конечно Считается неудачно Не очень удачная У нас есть телефонный звонок Алё, здрасте, представьтесь, пожалуйста Алё, алё Меня зовут Варвара И у меня есть вопрос Правда ли, что Чарльз Чаплин был очень суеверным человеком Что цыганка ему нагадала, что он умрет 82 года И он очень боялся этого Ага, спасибо А был такой эпизод, действительно Да? Да, но он умер позже, чем она ему нагадала С увериями, а жить надо долго А вот он действительно был суеверен, да? Ну, какой-то мистицизм в нём присутствовал Но при этом он был ироничным достаточно Он мог и верить во что-то, и посмеяться над собственными суевериями Там были довольно забавно Ну, а когда мы говорим мистицизм, это что? Ну, однажды вот он пытался рассказать какие-то невероятные истории О том, как он обладает действительно каким-то шестым чувством Рассказывал эпизод, например, что он проходил мимо одного дома Бакалейщика И обнаружил, что двери закрыты Его это озадачило, потому что магазин должен был быть открыт лавкой И всё, он заглянул в окно, увидел огромный ящик Ему стало дурно просто Физически его стало мутить Потом оказалось, что в этом ящике лежала убитая жена Бакалейщика Им же, соответственно, и всё И вот подобные истории он любитель был рассказывать о себе Что-то он умел чувствовать Но в то же время он мог и посмеяться над собой Знаете, вот ещё один штрих Была фотография очень интересная Чарли Чаплина и Анна Павлова Дело в том, что не только Анна Павлова была подругой Чаплина Но ещё, вот, это замечательная фотография Такие два короля, королева балета и король экрана Чарль Чаплин очень дружил с семьёй Григория Александрова и Любовь Петровна Орлова Это была большая дружба И даже сами Орлова и Александров себя называли Чарли Спенсер Чарли была Любовь Петровна, а Спенсер был Григорий Васильевич И Любовь Петровна очень часто ездила в Европу И она в шутку говорила, что я всё время приезжаю в гости к Чаплину Хочу посмотреть, как же одета его жена, что сейчас носит Она всё время беременна, она всё время в платьях для беременна Вот, я понимаю, что это вопрос Мы можем только догадываться или говорить какие-то общие слова Но всё-таки Ведь рядом с Чаплином, создавшим образ своего Чарли Было целое число довольно ярких кинокомиков Вот этот толстый человек, с которым они сталкиваются животами на ринге Это ведь звезда экрана того времени Или там, не знаю, Бастер Киттен какой-нибудь Но Бастера Киттена смотрят сегодня и знают киноведы И синефилы А Чаплин абсолютно считывается любым человеком Если посмотреть на образы, визуальные образы XX века То мы получим Эйнштейна с высунутым языком Че Гевару в этом самом, в Беретике Чарли практически, ну, кто ещё? А вы знаете, кого он сам любил? Кто был его любимый комик Чарли Чаплин? А Бенни Хилл И да, и для него стало таким большим счастьем Когда Бенни Хилл приехал к нему в гости И Унна накрывала на стол, чтобы был обед А Чарли провёл Бенни Хилла в специальную комнату Где на полках были сложены кассеты Со всеми программами Бенни Хилла И он сказал, что вот, вы продолжатель моего дела Да, так что вот он следил очень внимательно за этим В чём был его секрет? Почему мы до сих пор смотрим эти фильмы И продолжаем чувствовать, что это нам? Что он говорит с нами? Мне кажется, что очень созвучен этот образ Всё-таки такого маленького человека Несчастного, который преодолевает какие-то препятствия Сердцу каждого человека вообще Тем более вот в то время, когда это действительно Весь мир его боготворил И у него есть какое-то проникновение в детство Он помнит детали из детства И у него очень много эпизодов всё-таки вот таких Где восстанавливаются какие-то картины детства Опять-таки психологически мы все из детства И я думаю, эта тема такого очень точного воспроизведения Детского мира, которая, наверное, для него была важна Она очень созвучна всем зрителям, мне так кажется Хотя мне кажется, вот я не хочу сказать какую-то банальность Но вот они фильмы, они очень настоящие Вот даже когда вы показали маленький разрешённый До 17-го года кусочек Хотелось, чтобы он шёл дальше, 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 дальше И совершенно не важно, не мой, не не мой Потому что это трогает И вот это то, что вот он... А почему у него это получалось? Ну потому он и был великим Если бы мы знали формулу, то мы бы сняли такие фильмы и дальше Но это мог делать только Чарли Чаплин У нас есть телефонный звонок Алло, здрасте Здравствуйте Здрасте, здрасте, в России Я смотрю вас, что вы дальше сейчас Я был в своём начале Чаплина Я бы всё равно хотел бы сказать Я был в 23-м в Нью-Йорке ни разу Не то, что в Америке, ни в каком штате Нью-Йорке просто какой-то там был На Чаплина Ну и сказали там 17-го года То есть фильм, который снят Ну, это какой-то... К сожалению, очень плохая связь Потому что живя в Советском Союзе Я вообще дорос Чарлина, который вообще-то благополёт И до сих пор живу Но скажите, пожалуйста, вот это Чернобелли, который он снимал тогда И в таком качестве Фильмы до сих пор смещают людей И они радуются Вообще, видите, вы здесь в Америке Они расставят для Чарли Чаплинскую фильму Надо, может быть, какой-то где-то посмотреть на интернет К сожалению, связь ужасная Почти невозможно разобрать Человек из Нью-Йорка звонит Спрашивает, почему мало показывают Фильмов Чарлина Наверное, потому, почему вы говорили Ну да, потому что С одной стороны, конечно, это ужасно обидно И как-то ощущается неправильным Это же наш Чарли Мы его любим Почему? За то, чтобы показывать эти фильмы С нас требуют какие-то деньги С другой стороны, мне кажется Что это очень-очень по-чаплински Потому что вот человек Который очень мало был свободным художником А очень много занимался тем, чтобы зарабатывать деньги Конечно, он был бизнесмен гениальный Такой же, как и режиссёр и актёр И преуспел очень сильно в этом Странным образом, вот мы говорим Там, что все его разводы были страшно разорительные Что второй жене при разводе он оставил Внужден был выплатить миллион долларов Это страшная сумма Представить себе Ну, в общем При том, что сейчас доллар дешевле Я так понимаю, раз в 12 Представить себе, что нужно заплатить Кому-нибудь миллион долларов Его состояние было 16 миллионов В то время, когда он разводился с Витой Но это огромная сумма Биллиардер практически Но вот парадокс, да? Фильмы Чаплин, даже в Нью-Йорке Как говорит слушатель Показывают редко И всё равно, мне кажется, все их помнят Эти булочки, да? И можно показать, можно не показывать Но всё равно Чарли Чаплин Он перед глазами Ты закрываешь глаза и видишь не только его изображение Но и какие-то его трюки из его фильмов Да, есть же, есть какие-то вещи Которые один раз, увидев, невозможно забыть Абсолютно Там танец с булочками, например Или Цитата такая Да, или Это самая золотая лихорадка Когда они гоняются Друг за другом Один пытается съесть Чарли А значит Чарли пытается не съесться Это что должно быть в голове человека Который всё это придумывал, да? Абсолютно гениальный Поэтому, наверное, Эйнштейн его любил И привечал Потому что у самого Эйнштейна Проходила какая-то загадка И у Чарли Чаплина Это же тоже должен быть Особый склад ума Потому что никто такого не сочинил Мы можем повторить за Чарли Чаплина Но сделать что-то подобное То, что и создал он Это, по-моему, невозможно На форуме спрашивают Сколько внуков у Чаплина И чем они занимаются Есть ли у нас что-нибудь вроде ответа Слушайте, если 12 детей Да, я думаю, что с внуками тоже Бог не обидел Но вот одна из самых известных, наверное Дочерей Чарли Чаплина Это Джаральдин Чаплин Которая в прошлом году, кстати Приезжала в Москву Она была членом жюри Московского кинофестиваля Актриса, которая похожа на своего отца Она, собственно, сыграла роль бабушки Вот Ханны в фильме Чаплин Один из его сыновей стал Ну, написал биографию Причем биографию достаточно тоже жесткую Как сказать, что это сводит Он сводил счеты со своим отцом Потому что достаточно В неприглядном виде он выставил отца Другой его сын, насколько я знаю Он был такой хиповал Ну, вообще подробно, конечно Рассказать историю всех 12 детей Но это, наверное, нужно еще один эфир Могла бы быть еще интересная книга У нас есть еще один телефонный звонок Алло, здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Сразу задавайте вопрос Алло Да, да, да Скажите, это из Алматы Была ли у Чарли Чаплина премия Оскара? Спасибо Да, у него было даже две премии Оскара О, вот, собственно говоря Причем вторую премию он получил в 1972 году С прекрасной формулировкой Которая, по-моему, может вообще служить даже финалом программы В этой формулировке говорил за то Что Чаплин показал, что кинематограф – это искусство За то, что вот именно Чаплин превратил кинематограф в искусство Мне кажется, действительно, вот одна из заслуг Чарли Чаплина Это в том, что его кино и лечит, и радует, и делает счастливым То есть это была не награда за какой-то фильм Это была награда за то, что он Чаплис Это было уже почетное Причем он всего на несколько дней приехал, между прочим, в Америку И так и там тоже нет В нашем видеоархиве есть маленький, но ценный фрагмент Давайте мы сейчас его посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Слова бесполезны, ничтожны Все, что я могу, это поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказали, пригласив сюда Вы прекрасные, милые люди Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот это, собственно, и есть то самое награждение Как приятно было видеть глаза этого человека Страшно растроганного любовью, которая не иссякает У нас есть прямо по одной минуте для того, чтобы подвести итог Что мы должны запомнить про Чаплина из того, что редко про него говорим И что забыть из того, что часто вспоминается Ну, если мне обратиться все-таки к моей героине То он был совершенно непредсказуемый человек И у меня такой же портрет остался перед глазами Невероятно противоречив во всем И в искусстве, и в отношении с людьми И в отношении к деньгам Потому что, если мы говорили об этих его задатках коммерсанта То при всем при том С деньгами у него вообще были очень странные отношения Он мог, по словам Литты Грейчаплин Устраивать какие-то роскошные вечеринки И при этом играть теннисным мячиком Который облысел давно и перестал прыгать Поэтому в любой сфере деятельности Он был невероятно противоречив И, возможно, вот эти противоречия двигали им Для меня в нем очень дорого Такое качество, он ничего не боялся Не боялся рисковать Он не боялся каких-то новшеств Мне кажется, он в лучшем понимании Был таким революционером И, собственно, поэтому, наверное, и вышел в эту жизнь победителем Спасибо Мы говорили сегодня о человеке Который выдумал сам себя Выдумал и вдохнул жизнь В образ, который Хранится у каждого из нас в сердцах Человеке, который прожил страшно противоречивую жизнь И действительно, присоединяюсь Победил все, что в этой жизни было Это была программа Жизнь замечательных людей Смотрите нас каждое воскресенье Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok